здравствуйте друзья читаю вопрос я такой человек который когда чувствую что мне доверяют это придает мне дополнительную мотивацию и силы наверное не только я а все такие на прошлой работе в киеве я чувствовал себя частью команды сейчас в англии по истечении полутора лет я чувствую что мои менеджеры настороженно относятся ко всему что я делаю как бы не доверяя на сто процентов переспрашивая у местных коллег при том что те же коллеги точно также по многим вопросам обращаются ко мне на первоначальном этапе их можно понять все-таки иностранец другая культура и так далее но мне кажется полтора года достаточно большой срок может такое потому что в реальной жизни мы видимся только раз в месяц остальное время я работаю самостоятельно они в другой части англии не знаю расскажите как лучше быть продолжать выполнять работу не обращая внимания или все же пытаться как-то исправить ситуацию до интересное письмо я думаю что тут как бы два элемента одновременно сошлись предположение такой я я точно да не знаю но так предполагаю значит первое все-таки это то что ты работаешь живьем в команде или то что ты видишься раз в месяц а так работаешь на удаленке потому что когда ты в таком вот размытом таком слов нет нет правильно чем антуражи в таком размытом работаешь до менеджмент безусловно работает не так как когда все на виду и люди постоянно повседневно ежеминутно и ежесекундно держат под контролем ситуацию поэтому у них совершенно необходимо вынужденно у них есть дополнительная функция потому что победится что все нормально и все в порядке они может быть кого-то спрашивают про вас но они может быть и про других тоже спрашивают понимаете это такой элемент как бы я считаю связанный просто с форматом в котором работа происходит второй элемент состоит в том что когда мы живем там на постсоветском пространстве советском постсоветском вот там в той части мира там отношения между людьми на работе очень глубокие на самом деле то есть если вы просто пришли работали и ушли например то вы вообще какой-то не свой чувак да это же какой-то неправильный человек то есть если вы не поговорить о ваших детях там о жене о родителях как вы отпуск проводили какой гад вот тот в очках или там я не знаю все что угодно там про крым про донбасс про путина про порошенко про я не знаю там что лотерею green card если вы на работе об этом не разговариваете то вроде как вы не в себе американская я не работал в сша но вот в англии но вот сша как бы такая же культура похожая на английскую все-таки вы на работе и на работе говорят о работе все остальное но как бы неважно поэтому вам ну то есть не то что неважно а не одобряются вы не можете на работу притаскивать какие-то культурные там вопросы семейные на работе вы работаете поэтому вам немножко некомфортно чтобы из ситуации где отношения достаточно глубокие наработанные с большим запасом прочности что ли таким да вот вдруг вы оказываете ситуация где запаса никакого нет где каждый день одно и то же где отношения не углубляются особо остается вот на том уровне на котором они есть это просто часть культуры и уж последнее что вы хотите с этим делать это что-то там такое работать по развитию доверие работаете хорошо и все выкиньте из головы так как совет третий момент который я бы добавил но уже не с не сравнивая там с украиной а сравнивая соединенными штатами в странах моно таких национальных как бы с такой с титульной нации есть как бы общее такое ну скажем так меньше доверия меньше ощущения того что человек свой если он иммигрант и в частности из великобритании я много народу знаю и на самых разных уровнях и практически все они говорили что вот ты понимаешь вот скажем коллеги в университете профессор мы там физик там супер дюпер там все дела и он ведь что коллеги не только на работе но они не хотят с ним там общаться вне работы они не пригласят не приглашают домой они к нему не пойдут если он пригласит вот такие вещи как бы есть какие-то параллельные цивилизации вот есть города где живут там одни там пакистанцы и туда типа и полиция даже не ходит там у них свои там законы и так далее ну то есть вот какие-то параллельные цивилизации поэтому имея дело на работе с элементом параллельные цивилизации они относятся к этому как к элементу параллельные цивилизации нет плавильного котла вот который есть соединенных штатов поэтому так так получается я еще раз это мой анализ такой он специфический субъективный еще раз возвращаясь к теме что с этим делать просто работаете себе и все и имейте ввиду что это не последняя работа и вашей жизни и когда вы получите там вид на жительство и у вас будет абсолютная свобода в том чтобы перемещаться там по стране может быть но я не знаю там что там дальше будет с евросоюзом но в принципе может быть это там местный вид на жительство позволит вам где-то еще работать в германии франции я не знаю там австрии и так далее то есть смотрите на это дело как на элемент такой transition да то есть вы вы в таком переходном процессе это это не конец только самое самое начало нормально работаете получаете удовольствие от жизни там путешествуйте питаетесь хорошо и все просто вот вы получаете удовольствие от момента текущего от вас сегодня хорошо а если себе находить там проблемы так это знаете как бывает всегда проблема найдется вот человек человек который хочет найти проблему найдет в большом количестве тут ему никто не может помешать просто скажите себе я проблемы не ищу значит мне пофигу становитесь немножко таким вот англичанином может сказать с элементом пофигизма работаете работаете так сейчас мы прибудем на место что хочу сказать мне тут запрос был говорят а чего вот вы все видео заканчиваете тем как вы запарковались а вот вы дойдите до офиса покажите нам путь до офиса покажу путь до офиса ведь и не удалось встать поближе встанем где придется вот так надо будет камеру с подставочки сейчас снять так давайте вот чтоб вы видели что это был я что я реально доехал до офиса сейчас я камеру выключу откручу ее от подставочки заодно покажу вам подставочку вот и мы с вами как дружно и семьей такой значит отправимся в мой офис давайте камеру сниму вот моя подставочка давайте вам покажу вот эта подставочка вот я вот вот сюда камеру откручиваю вот она такая там за 15 баксов все счастье